Вы с какой целью ведёте съёмку? А вы с какой целью интересует? С целью растить видеосъёмку. А вы с какой целью интересует? Вот на основании желания отрести. А может, я просто интересуюсь целью безопасности. Вдруг вы планируете ограбление, например? Я вас тоже интересуюсь. Тогда задайте нам вопрос. Планируете? Нет, я с вами не хочу стрелять в трепинате, я просто... Тогда задайте вопрос. Планируете ли вы совершить ограбление? А что-то тишина сразу. Ну что, 51-ю взял? Правильно. Устарение ваше можно? О! Устарение, паспорт мой нужен? Да. Вы кто? А хочешь от него, он всё время ходит. Паспорт, что ли? Дождя, скажи. В дурдом. С дурдома ты ходишь? Сначала свою с дурдома покажи. Парь-дюши. Да, бывал я здесь когда-то. Наверное, в июне прошлого года. А, сам, что хотите, ты знаешь. Что, какие-то талантчики? Нет, что ли? Нет, это талантчики. Бумер, да? Бумер. Странный офис. Вы с какой целью ведёте с чём? А вы с какой целью интересует? С целью России видеосъёмку. А вы с какой целью интересует? Вот на основании желание. Да, а вы с твоей, я просто интересую, целью безопасности. Вдруг вы планируете ограбление. Я вас тоже интересуюсь. Да. Ну, тогда задайте вам вопрос. Планируете? Нет, я с вами не хочу штревать, припинать. Я просто... Тогда задайте вопрос. Планируете ли вы совершить ограбление? Последует от вас такой вопрос, нет? А чё-то тишина сразу. Ну чё, 51-й взял? Вот стоят клиенты с ним, обживаются, вон стоит жвачку. С какой целью? Не стыдно? Рассказываю. Не стыдно жвачку жевать при клиентах? С початкой ещё. А почему маску, кстати... А где у вас маска, кстати? Почему маску не надели? Так оденьте. Так оденьте маску. Вы находитесь в помещении. Дядя. Или мне нужно позвонить руководству банка вашего. Передам ещё видео. Маску натяните, пожалуйста. То, как это должно быть по закону. У вас есть страх, как правило, что такое дядя. Правильно. Устарение ваше можно? О. Устарение паспорта моего нужно? Да. Вы кто? А какой ты от него всё время ходишь? Паспорт, что ли? Дядя. Скажи. Дурдом. С дурдома ты ходишь? Сначала свою дурдомку покажи. Иди сюда, представься нам. Не хочешь представиться? Да, лучше закройтесь там и сидите. Уйди в свою будку на самом деле и закройтесь там. Эту маску не одели. Прячь его в будку. Чего он как позорник? Подходят близко, без маски. Вы пришли по кашуму, у вас вообще вопрос. Да тебя волновать не должно, к кому вопросу пришли. Вы служба безопасности, правильно? Ну, всё, вот и наблюдайте это. Всё, наблюдайте свои мониторы вместе с этим, правильно? Вы же клиентов не обслуживаете, правильно? Или обслуживаете? Да. Не задавайте глупых вопросов, не получите глупого ответа. Я могу у вас взять новую. Переохранить или обслуживаете? Ну, не знаю, как катить называть. Брахова у тебя, я её заблокировал. Идёт, не видим съёмку, где они дают разрешение на размещение. Звучит смешно. Да, разрешение мы не дадём, поэтому, извините, молодые люди, но если вы их выложите, то банк имеет право подать в суд. Так, правильно. Банк имеет право... Так банк подаст, или вы подадите? Чупа-чупчик пососать около суда после судебного заседания. Я вам серьёзно говорю. Помить не надо. Я сказал, что он имеет право банк сделать после судебного заседания. Практично будете оформлять кредитную... Хорошо, банк я выкладывать не буду, а вас я выложу. Переду полной человек, если вы хотите со мной пообщаться, подойдите сюда. Я банк выкладывать не буду, я выложу вас в интернет. Я банк выкладывать не буду. Я не поставил, или в такси, там, или в ресторане. Я её влокнул. Я говорю, что я банк выкладывать не буду, я выложу вас в интернет. Вы совершите операцию, но карта влокнута. Вы же меня не можете как человека выкладывать? Вы сейчас на работе? И что? Читаем. Читаем. Не только сотрудником, но и человеком. Читаем законы Российской Федерации. Девушка, разденьтесь, снимите форменную одежду, выйдите на улицу, когда вы станете человеком, а не сотрудником вашего. Человеком мы являемся всегда, видите ли? Серьезно? Сейчас мы являемся клиентами вашего банка. Маску на секундочку судьбить, пожалуйста. Спустили. Штаны тоже? Нет, ну маску-то требуется спустить. Иначе мы не сможем сгибать. Какая картина? Я думал, они поняли всё в июне прошлого года. А придётся сегодняшний материал соединять с июльским. Он вроде тот, который по коренности не был, если память не изменяет. Вот этого не было, который, не предъявив свою... Дядя, оденьте маску, пожалуйста, на лицо. Удостоверение из двурдома. Вот это-то вроде нам знаком, если память не изменяет. Да, да. Мы вас тоже запомнили очень великолепно. И очень рады, что вы нас посетили снова. Очень рады. Только вы почему-то сейчас не рады. Да, конечно. Я рад, что вам весело, у вас стало хорошее настроение. Так оно у нас всегда... Какой, например, оптимизм. Если вот тот, если вот тот, просто твой коллега, который, судя по всему, является обладателем ярко выраженных противозачаточных свойств, думал, что надо сможет испортить, то он ошибается. Мы пришли, притон еще, знаете, в преддверии таких праздников, 1 мая, 9 мая, мы к нам пришли. Как, чтобы все трудились, трудиться, трудиться. Да, да, да. И еще раз трудиться, как завещал дедушка Ленин, у него позавчера днюха была. Номер 9. Совершенно верно. 16. Я еще по страну заеду, в центральную офису. Базара нет. Передайте своему напарнику, что не имеет права у меня какие-либо документы требовать. Вообще. Вот там очень тупые сотрудники оказались. Если он еще раз такое у меня потребует, я его буду оформлять. За превышение должностных полномочий. Он сторож, ты со сторожем общался. Сторожем оформим, всех оформим. Приобщался не со службой безопасности. У него уровень знаний сторожа, в какой-то вот сфере. Сейчас спросил всего сторожа. А в прошлый раз они меня обманули на горячей линии с рабочими офисами. Не все офисы в Питере. Ну, барановирус, все такое. Не все офисы в Питере работали. И меня куда только не посылали. На восстание, сюда. Вот, я тратил бабки, заняв на такси. В таком количестве. Это все подлежит в будущем, засканел. Там, где любая, по офису в районе метро Коньково, там звонит ли, короче, вот был видеоматериал, да, участковый мент, позвонил моей матери какого-то плена, что я якобы не плачу кредит. У меня тогда кредит был. Я прихожу в этот банк, приезжаю прямо с Костиком оперативным репортером на такси, беру выписку по всем продуктам. Я знаю, что я плачу. Вот, они ментам написали заяву, что я типа не плачу. Мент, мать его меня, мою мать, чуть до инфаркта не довел. То есть, произошел слив персональных данных без всяких на то основания, вот в той ситуации. Очень интересная ситуация. И там, ну, 99% шансов, что суд удовлетворит требования Сан Саныча. Чем я всяких тупорылых мудобов поздравляю. Вот, я надеюсь, в Костроме смотрится это видео. Карточка ваша активная, и вход в конверте, и сама из подключена... То есть, сейчас я смогу уже уходить в банк. Так, карточка ваша активная, сегодня проверю, не ли выписки роботов. Понял, кстати, Саня, и запомню это какого. Банк в интернет не выкладываю, а сотрудников обязательно. Смотрите, у вас, видимо, взыскание от приставов. Если вы уходите в карточку, то вам нужно будет... Какой взыскание, я не понял. Я недавно все гасил. Видимо, приставы информацию вам не предоставили. Сколько? Вот вчера проверял, сайт был пуст. Прям вчера ехал в такси, смотрел приставы, ушел по отширене. Я с этой карты платил через госуслуги, там, 1000 рублей. Или 919. Откуда у меня взыскание? Взыскание было... Возыскание информации вам нужно было... Тогда было взыскание, я говорю. ...выстав, с 2020 года постановление. И информация о том, что все хорошо, что у нас снято, нам приставы не направили. Есть у вас это все, мне разблокировались в 2020 год, потом уже пользовался какой-то глюк в вашей системе. Я сейчас зайду. У меня снимали, у меня было взыскание, то есть должны были снять деньги. А Совкомбанк в очередной раз нарушил мои права, там что-то на 10 тысяч было постановление об взыскании и обращении. Да, постановление об обращении. Должны были взыскать 10 тысяч или 12, направить судебным приставом. А они полностью ограничили все бабки, там 20 чем-то тысяч. Чем нарушили мои права в тот раз. Это за 2020 год, потом я уже пользовался. Мне звонили из Костромы, я ездил в главный офис Москвы, в Пресненском районе, рядом с Московской сети. Мы там у них заняли бигзал. И так как мы его просто заняли, моментально мне позвонили из Костромы, сказали, все, мы разобрались. Или вы мне сейчас пытаетесь недостоверную информацию опять дать? Не совсем понял. Так, вот я вхожу. Так, ну вот я вошел. Да, какой-то вопрос по ходу или не просто придумал. Да, какое постановление об взыскании, я не совсем понял. Ну, у нас в программе, то, что я вижу. Как мне проверить, активно как-то или нет? Где у вас, что у вас за программа? Почему вы за свою программу мне отдаете? Смотрите, верхняя карточка, это старая карточка, которая с замочком, она была заблокирована, не работает. Ну, вот она новая. Да, это та, которую мы в карточку вам подали, переводившись. Как ее проверить? Они ограничены или неограничены? Вы мне опять из-за своей программы, которая некорректно работает, даете недостоверную информацию. Посидите пару минут, сейчас я коллегам позвоню, кто устанавливает. Везде, подождите пару минут, у самих полу-шестат занимает. Здесь посидите пару минут. Это мы так ничего не успеем до 2022 года. Мне уже уезжать рано утром. Так, история. Ну, вот, delivery, McDonald's, саплата. Все, нет ничего большого, история. Сейчас начну будет время, чтобы разогласить. К сожалению, ничего, кроме того, что программа мне показывает, я не вижу. Поэтому немножко вам понадобится, чтобы понять. Ну, сколько времени? Ну, минут пять посидите. Уже пять, то две, то пять. Это что, Яндекс.Такси в пробки попало, что-то офигенное. Было ехать дверь, но было нужно ехать две минуты. Авария впереди, да, авария. Все, пробки. Время изменилось на пять минут или на пятьдесят пять минут. Александр Александрович, у вас ожидания? Ну, вы правы, действительно, у вас закрытая грязь на наручную. Хорошо, что вы можете подсказать. У вас еще будут ли паспортно отвечать? Да, у меня есть вопросы. Почему у вас все так работает, что вы даете мне недостоверную информацию, я должен задерживаться здесь. Испытывать дискомфорт от более длительного прихвания, чем рассчитывал в вашем интервью или описе банка. У меня вопрос. Вы же управляющий в роде, да? Вопрос у вас какой? Вы управляющий, а первый вопрос? Я замруководителя в детском обслуживании. Замруководителя. Я прошу вас прояснить причину того, что люди сейчас стояли длительное время на улице, а при графике с девяти утра до семнадцати вечера почему не работал какое-то время данный офис? Почему? Федератическим причинам было закрыто офис в опять минуту, где касаться информации. Нет, к сожалению, на этой вывеске про технических... А это технический момент, который может произойти в любом минуте? Что-то сломалось. Что-то там мне вот эти вот... Вот этот дедушка длинный пытался кричать, что-то крылья шмашет. Вообще-то не было. Вам было сказано, что нужно подождать... Там не слышно ничего. Там автомобили ездят, там литейный проспект. Я не знаю, кто он, охранник или ряженый. Мы тоже не знали, кто вы до тех пор, пока вы не нашли. Правильно. Так вы должны узнать, потому что с девятнадцати до семнадцати работает согласно графику. Какого девятнадцати до семнадцати? Пятница с девяти до семнадцати, да, оговорился, что с девяти до семнадцати. И он мне потом, когда открыл дверь, через, там, наверное, минуту уже, после того, как крыльями махал, или через две, сказал, что КАМАЗ разгружают. Вот, я говорю, какой КАМАЗ? Потом он исправился, я, ну, там, шум, машина, плохо слышно. Потом я понял, что не КАМАЗ разгружают, а банкомат загружают. Вот, но это мои разве трудности? Я знаю график работы данного отделения, там, или офиса банка. Я еду именно в рамках определенных часов работы. Люди не должны стоять. И тут люди стоят на улице и ждут, пока здесь кто-то оттелится, видите. Тем более на улице холодно, не месяц май. Почему граждане испытывают дискомфорт? Почему на вывеске нет информации о технических перерывах? Потому что технический перерыв, он на то и технический, что может произойти в любой момент. Знаете, как сделаете? Хотите, я вас научу, как надо делать. В некоторых торговых предприятиях вешается такая табличка. Извините, по техническим причинам закрыта на пять минут. В чем проблема? Спасибо большое. Вы научились, да? Да, конечно. Прямо секунд, да, но секунд я научилась. А до этого не учились, да? Нет, конечно. Опять обманули, как в прошлом году. В прошлом году вроде тоже всему научились. Либо мало ходите по магазинам. Так вы знаете, что сказал охранник, показав на девушку? Вот я ей сказал, вот она. Девушки, естественно, включены. Я все-таки пока еще здесь обслуживаюсь. Вот эта девушка. Вот эта девушка, охранник сказал, что ей. А вы мне что сказали, что ей ласты в машине? Что ей? Крыльями, крыльями. Не крыльями. Ну что такое? Крыльями, не ласты. Ну ладно. Ласта, ты сейчас не слышала его. Снимает девочек на трассе. Ты не девочка, ты мальчик. Не в моем вкусе. Какую девушку сказал? Понял? Вот тот случай. Я не видела этой девушки. Возможно, она была в оперзале. Вот видели, сейчас видели. Сейчас я видела эту просто на видео. Ну, на видео. Вы знаете, не вопрос о человеке, которого я бы не видела. Я просто видела выходила на тот момент. Ну, охранник про нее сказал, что она вам что-то не передала. Она почему обязана была передать вот эту девушку? Она вам что-то сказала? А должна была разве? Нет, не сказала. Вы что, не видели, что она была? Они в ней передастку увидели, в этой девушке, которая в этих кадрах. Вы операционист? Что девушка? Или охранник? Вам сказала, что она передана информация? Охранник спросил, вам девушка что не сказала, она у нас спросила. Сказала ли нам девушка? Кто старше вас сменит? Кто старше вас сменит? Он у вас операционист? Или охранник? Пускай тогда уйдет. Они задают глупых вопросов. Я думаю, видимо, надеюсь, что... То много задаешь вопросов лишних. Надеялись. Потому что вам повернулись и сказали, что вам охранник ведущий сказал, что мы не работаем. У нас временно декассация. Вы не услышали. Понятно. То есть они понадеялись, что нам девушка передаст. А почему они не понадеялись, что вот эту карту Халвая девушка мне выдаст, сделает тоже за них работу? Вы не могли подбирать мои слова, так же, как вы только что пытались это сделать. Не о чем мне с вами сегодня больше разговаривать. Информация будет передана соответствующим лицам из руководства. Ну что, вот такой у нас офис СовКонбанка на Литяйном 11 в Санкт-Петербурге. Надеюсь, будет еще присоединен материал с июня 2020 года. С вами был, как всегда, Сан Саныч, Клуб Матриот и Кира Яковлев-Лайф. Подписывайтесь на оба канала, жмите надолбанные колокола, чтобы быть в курсе.